...посесть на камешек, дереву, да просто на землю присядьте. Ну не декабрь же ведь месяц. Почему присесть, я объясню чуть попозже. Это не приказ, это предложение. Кто не хочет, не садитесь. Вот вперёд, если нужно, проходите, а то... ...посесть вам не очень удобно. Там вон сколько места. Мы с вами подошли к предполагаемому месту жительства вот этой женщины Веры в 19-м веке. Я сам приехал в посёлок Тургаяк в 1974 году. И вот у меня были два друга, Володя и Коля. Слава Богу, все живы-здоровы. И когда мы с ребятами побывали на этом острове, вот нам стало так интересно. Вот как Вера здесь жила, чем она здесь занималась. И вы знаете, мы обращались в краеведческий музей, к второобрядцам, в церковь. Но нигде ни одного документа, подтверждающего жизнь на острове этой женщины, мы найти не могли. И директор дома отдыха Тургаяк, где мы работали, Калягина Елизавета Васильевна, она сказала нам, говорит, вот ребят, если вы хотите что-то узнать поподробнее о жизни этой Веры на этом острове, обратитесь к одной бабке. Пелагея Желнина, у нас жила на улице Коминтерна до 1981 года. Оказывается, все в посёлке знали, что бабка этой бабки была лучшей подружкой вот этой Веры в 19 веке. И у них в семье, просто из поколения в поколение, ну, передавалась никакая информация о жизни этой Веры на острове. На нас предупредили, что с этой бабкой он может разговаривать. Он не пускает к себе никого и всё. Почему? Да тоже причина простая. Она была старообрядка, киржачка, наверное, слышали такое. А старообрядцы, это очень хорошие люди, но очень замкнутые. На контакт с простыми нами людьми не очень хорошо идут. Так вот, я вам просто предыстории рассказываю. С этой бабкой мы всё-таки нашли общий язык. Там через её правнука Вовку, там пироги нам Джона напекли, конфет накупили. И вот эта бабулька, Пелагея, нам кое-что порассказывала. Я не буду всё рассказывать, что она нам говорила, а вот некоторые яркие моменты я вам коротко передам. Вот, к примеру, Вера считала вот это отверстие, которое прямо перед вами, большое, входом. Вот чтобы туда спуститься, ну, это довольно сложно. Можно и руки, и ноги, и шею, и голову, всё поломать. Очень трудный спуск в эту пещеру, так её будем называть, да. А выйти из этого сооружения довольно легко. У вас будет время, вы все подойдёте, посмотрите, увидите там выход. Относительно широкий, высокий. Наклонился, и ты на улице. Так вот, Вера никогда в своей жизни не заходила в своё жилище вот с того лёгкого входа. Она всегда спускалась здесь, а выходила там. И объясняла она это очень просто. Она говорила так, что человек в жизни обязательно должен пройти через страдания, через мучения. Вот если человек в жизни не помучается, не пострадает, это просто полчеловека, это несвершившийся человек. И вот люди, иногда не зная особенностей этого сооружения, заходя туда вот с того лёгкого входа, ну, я не знаю, что с ними случалось, да мне это неинтересно. Эту бабку мы спрашивали ещё об одном. Вот как же она там жила? Вот простите меня, вас сейчас, любого туда, если поместить, да, то через день, через два, это в лучшем случае, вы получите воспаление лёгких. Ещё через какое-то время вы просто погибнете, потому что там невозможно находиться и холодно, и сыро, и темно. А Вера там полвека прожила, и зимой живет, и всё. Так вот, бабка нам рассказала следующее. Оказывается, рыбаки и охотники постоянно привозили этой Вере шкуры свежеубитых лосей, медведей, рысей, волков. И этими шкурами она просто выстилала всё внутреннее пространство своего жилища каменного. Если бы она этого не делала, она бы просто погибла. Она же ведь такой же земной человек, как и мы с вами была. И вот я иногда рассказываю такую историю. У нас лет 10 назад в составе такой же вот экскурсии была одна женщина с Челябинска, косметолог. И вот она меня в сторонку отвела и говорит, вы не зря сказали, шкуры и вечная молодость этой Веры. Оказывается, в мире-то есть такое поверье, что если человек, и об этом многое знают на планете люди, если человек постоянно соприкасается с животным мехом, со шкурами животного, то якобы энергетика этого животного переходит к человеку, и организм замедляет старение. И вот эта косметолог сказала ещё одну фразу. Вот запомните, это не я сказал, это она сказала, чтобы ко мне потом претензий не было. Она говорила так. Вот почему женщины во всём мире требуют от мужей купить новую штуку. Не потому, что им, значит, гардероб сменить надо, а просто женщины сердцем чувствуют, что это им сохранит молодость. Всё, этого я вам не говорил. Это к теме экскурсии не относится. Ладно, про веру мы ещё поговорим с вами. Вот когда в 2003 году сюда приехали первые археологи, вот после первого же года раскопок было установлено точно, что вот это сооружение, это не какая-то там землянка, вырытая 100-200 лет назад для непонятно какой отшельницы веры это. И была ли она вообще на этом острове? Документов жить нету никаких. А что вот это сооружение, это древнейшая гробница, могила, склеп, усыпальница. И возраст вот этого сооружения учёные определили не менее 6 тысяч лет. То есть вот это сооружение древнее египетских, перуанских, мексиканских пирамид. Это сооружение древнее многих мировых культур и цивилизаций объектов. Вот такие сооружения учёные относят к галерейным гробницам. Почему галерейным? Да потому что хотя бы взять на примере вот этого сооружения. Внутри находятся 4 погребальных зала. И каждый зал имеет свой уровень, свою галерею. Вот откуда галерейная гробница. Галерейных гробниц на планете аналоги найдены. Но, вот как там рассказал Станислав Аркаевич, к сегодняшнему времени в неразрушенном в целом состоянии таких галерейных гробниц найдено на всей планете. Всего лишь 3 штуки. Одна в Шотландии и в Англии, другая в Тунисе и в Африке, и третья вот перед вами. Всё, больше пока что в нормальном состоянии галерейных гробниц не найдено. Во время раскопок учёным пришлось вытащить оттуда довольно много грунта. И это сооружение повело. И археологам пришлось подставить вот такие деревянные крепи, подпорки. Если бы они этого не сделали, мы бы и это сооружение потеряли для истории. Иногда спрашивают, можно ли туда спускаться. Ну вот вы знаете, мы раньше с туристами иногда спускались туда. Не всегда, но так было желание спускались. У меня вот жена там один раз побывала, потом говорит, всё, не полезу больше. Говорит, три дня голова болит, говорит, как дурная, всё. Но вот Станислав Аркадьевич нам что объяснил? Конечно, в настоящее время спускаться туда нежелательно. По следующим причинам. Во-первых, это сооружение сейчас аварийное. Не дай бог, вот этот вот камень, который весит более 17 тонн, грохнется на вас. Ну зачем это нужно? Это раз. И во-вторых, почему ещё один момент, что туда нежелательно спускаться людям? Да потому что вот это вот изначально, это сооружение могила. А вот скажите, в нормальной жизни вы по могилам... Да нет, конечно. Ну зачем? Ну подошли, посмотрели, и всё, и достаточно этого. Вера там, скажите, жила, но у ней была жизненная необходимость. Это раз. Мы знаем, что там не только Вера жила. Там пугачёвцы скрывались в своё время. Других же ведь не было сооружений, вот там они и скрывались. Мы знаем, что несколько тысяч лет люди использовали вот это сооружение как храмовое. То есть там производились какие-то обряды, ритуалы. То есть вот. Ну а современному человеку, я думаю, достаточно посмотреть и всё. Ну и последнее. Сейчас отдохнёте, посмотрите. Вернёмся на минутку к Вере. Вот бабка нам рассказала ещё один такой момент. К Вере приезжало в 19 веке очень много людей сюда за помощью. Здоровье поправить, ещё посоветоваться с ней. И вот эта вера всегда предлагала всем своим гостям, кто приезжал на этот остров, обязательно на этом месте присесть. И вот такая... רטenка. Анастасия